Всем привет! Друзья, наконец-то нам начали делать черновую электрику. Ура! Я очень рада! Моей радости просто нету предела. Антон нашел новых мастеров в интернете. Мы с ними созвонились, встретились на квартире, все обсудили, обо всем поговорили, все им показали. Нам они показались хорошими мастерами. Это два парня где-то вот нашего возраста. Они вот берут себе один объект и они работают именно вот на этом объекте. Больше никуда они не бегают, как вот предыдущий электрик. Они работают с 8 до 9 вечера, работают в субботу-воскресенье. Даже если нужно срочно сдать объект, они могут работать и до 12 ночи. Конечно, в такое время они никаких шумных работ не делают, чтобы не беспокоить соседей. У нас тут одна уже обнаружилась женщина, которую ничего не устраивает. Она всем недовольна, все ей раздражает, все ей не нравится. Ну, что мы сделаем? Она нам просто уже выела в мозг. Ну, ничего страшного. Мы на нее просто не обращаем внимания. Я думаю, что в каждом доме, в каждом подъезде есть такой человек. Да, ребята пообещали нам все сделать в сроки, которые нас устраивают. Мы с ними вот все обсудили и через день они уже заехали на квартиру, завезли инструмент, подкупили кое-какой материал и уже начали работать. Вот они сделали штробы сзади меня. По всей квартире они уже сделали штробы. Вот на потолке какие-то отметки. Также приходили мастера, которые нам будут делать стены и они вот у входа на стену набили профиль для гипсокартона. Эту стену мы будем утеплять, будем делать шумоизоляцию, так как у нас сосед гитарист, кстати, сейчас он играет на гитаре рок-музыку. Поэтому мы решили сделать шумоизоляцию и они пришли, набили профиля для того, чтобы электрики смогли на эти профиля кинуть электричество, кинуть провода, чтобы потом через гипсокартон все подключать. Да, вот такая красота. Вообще, когда вот идет ремонт, когда что-то делается, даже вот на душе спокойно, что вот оно делается, квартира не стоит. Так что будем продолжать работать и посмотрим, что нам сделают электрики. Всем привет! Друзья, наконец-то мы с черновой электрикой. Нам ее сделали. Я безумно рада. Только что уже все попрощались с электрикой. Поехали, друзья, да, работа была проделана. Сейчас Антон покажет. Большая. Для розеток, для включателей. Все сделали, штрогу проштробили. Провода покидали, вот, для центральной люстры, для точечного света. Вот, покажи, как все аккуратно сделано. Ребята профессиональные. Работало два мастера. Два Игоря. Два Игоря, да, молодцы. Конечно, слава Богу, Боже, мы ее сделали. Мне не верится, если честно. Это было тяжело. Да. Кладовую покажи. А за сколько сделали, расскажи. Сделали за восемь дней. Это всю, всю эту вот работу сделали за восемь дней. В Черопайме работали до часу ночи, чтобы побыстрее сдать объект. Они тут действительно... Да, к нам уже должны прийти штукатурщики. Это кладовая, так же вот, точечный свет. Это, я не знаю, распределители называются. Да, 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 коробочки. Коробочки, да, в каждой комнате. Коробочки, кстати, внутри не просто там как-то смотаны, а спаяны. Платоша, как она там. Ну и все так же, для света, для телевизора. А вот, для телевизора, да. На балконе так же и все вывели. Ну, это мы когда уже балкон будет сделан, уже покажем. Да. А ну, сынок, поздоровайся. Скажи всем привет. Сынок. Платон, скажи всем привет. Привет. Нет. Просто пока мы здесь, кстати, рассчитывались с электриками, Платошик наслаждался, играл в свои игры. Да, да, да. Ну, пошли покажем. Кухню, зал. Этап электрики. Черновой электрики. Черновой электрики, да, точно. Это главное, конечно, черновая электрика. Окончено. Вот зал, смотрите. Вот это зал, бас. Да, работы много. Все так же. Уточечный свет, LED-подсветка для телевизора. Антонел здесь показывает, и непонятно, куда пошел. Уточечный свет, телевизор, LED-подсветка, люстра. Я уже представляю, как это все будет, вот уже когда все сделают. Я не могу налюбоваться, ты понимаешь? Здесь включатель, интерфейс. Главный узел, узел, да. Да, да, здесь будет. Вообще будет жесть. Пошли на кухню, покажем. Да. Красота. Иду, иду, иду. Надо что показать? Ну, что ты каждый проводок показываешь? Показывай такую общую картину. Ну, трехкомнатная квартира, 75 точек. Нормально, я считаю. Для кухни, вот, духовой шкаф, микроволновка, вытяжка, подсветка. Не торопись. Здесь что у нас, стиральная машина. Нет, это не стиральная машина, это посудомоечка. Да. Посудомоечка, да. Здесь сделали все. Куча выхода. Для телевизора, для холодильника. Решили даже здесь по бокам поставить, тоже здесь свет сделать. Ну, да, может, что-то на подоконник. Здесь свет, в общем, здесь хотим прожектор вот повесить, а может быть даже два, и сюда вывели на всякий случай. Ванную комнату. Ванную комнату. Идем, идем. Работали дорогим инструментом, пристреливались к потолку. Дорогим материалом. Да, дорогой материал весь использовали. Хороший, качественный. Запорожский кабель. В общем, по-моему, запорожский, да, не буду там. Что ты знаешь, какой? Вейнгер. А я просто смотрел же эту накладную какую-то там. Здесь вот ванная. Сделали свет, наконец-то вот. Вы нормально увидите стену, которую сделали. Потому что тогда света не было. Закладку. Также вот для света, для бойлера. Хороший такой кабель для бойлера. Блин, прочный такой. Здесь же бойлер. Ну да, бойлер. Вытяжка. То есть здесь розетки здесь будут. Стиральная машина. Да, там зеркало. Для зеркала. Выходы. Покажи вот такой потолок. Да, я показал тут, конечно. Короче, мы в восторге. Это настоящее, как это? Мастерство. Да. Вены. Вены в квартире. Вены в квартире. Они оживают. Оживают. Квартира оживает. Ну и покажем вам сейчас щиток. Познакомим с мастером. Который собирал. Который собирал. Вот так вот. Друзья, вот так выглядит сердце нашей квартиры. Вот такая красота. Очень круто. Да, уже все подключили. Благодаря Игорюм, двум хорошим мастерам, которые имеют золотые руки, в нашей квартире появилась черновая электрика, которую мы уже давно ждали. Супер. Я очень рада. Безумно. Давай. Сейчас мы вас познакомим. Здравствуйте. С человеком, который собирал эту красоту. Мы все это сделали, реализовали. Заказчиков, так сказать, все прихоти, все пожелания сделали. Так как в квартире там были много нюансов. Да, много действительно нюансов. Интересный проект получился. Как бы подошли максимально. Это расскажите просто. Да, поделили. Да, примерно что. Смотрите, здесь поставили щиты Хаггер Вольта врезной. Здесь была задача его утопить, чтобы было все красиво. В дальнейшем тут будет устанавливаться зеркало вместе с заказчиками. Рассмотрели пару вариантов, как можно было сделать. Пришли к выводу. Врезали в бетонную стену чуть-чуть, чтобы стену не отступать. Много не красть места в квартире. Врезали и его установили. Автоматика тоже ставится Хаггер. Это немцы. Делается в Франции. Все покупается в официальных представителей Хаггер. То есть все качественное. Щиток на 48. Да, щиток на 48. Довольно-таки большой. Мы даже сами не ожидали. Но по рекомендации мастеров лучше все было поместить именно в него. Не по всей квартире разбросать. А в одной точке, чтобы было. Да, здесь внизу это все автоматика. Внизу будут установлены трансформаторы для LED-подсветок. Очень много места как раз удобно. Да, и будет установлено ТВ, распределитель ТВ. Почему здесь трансформаторы устанавливаются, а не в нишах? Потому что это ремонтно-приходно. То есть иногда где-то в нише лезть. Они всегда на виду. Они охлаждаются. Их можно заменить, посмотреть. То есть без проблем. Они всегда для сервиса. То есть в дальнейшем они всегда обслуживаются. Вот. Также посоветовались, пришли к идее, применить смарт-кнопку. Как бы это новшество. Ну, как бы многие уже используют. Это вот пускатель стоит. На нее это выключатель, который непосредственно им управляет. В дальнейшем будут установлены санов, которые будут работать через интернет и по Wi-Fi. Люди, когда ушли с дому, могут проверить, забыли что-то, не забыли выключить. Зашли в интернет, выключили квартиру. Квартира вся обесточилась. То есть не надо переживать в дальнейшем. Что-то забыли. Ну, это вообще крутое. Идем в новую с инновациями. Все, стараемся выключить новое. Да. Чтобы было все удобно. Все неотключаемые группы проговорили. Это у нас будут холодильники, интернет. Что у нас холодильник работал, интернет работал. Все отключается. То есть вот эти две отдельные группы. Они у нас отдельно, чтобы их не попутать. Вот. Все кабеля промаркированы согласно схеме. Потом будет выдана картинка. Что немаловажно. Это для сервиса. Обратно же это делается ни на год, ни на два. В дальнейшем, не дай бог, что-то случилось. Вы всегда нашли линию, которую надо. То есть нули все промаркированы. Все фазы промаркированы. Это все как положено. Все как сделано. Ну, так положено делать. Да, красота. Вообще, внешне выглядит. Посмотрите, вот пошло, пошло. Как вены. Просто обалденно в квартире. Круто. От сердца. Да. Ну что ж, друзья, работаем мы очень довольны. Кто живет в Харькове, кому нужны хорошие мастера по электрике, ссылку на инстаграм мы оставим в описании под этим видео. Так что переходите на их инстаграм. Если вам что-то нужно спросить, пишите нам в комментариях. Мы очень довольны. Просто моя радость меня распирает. Так что ставим галочку и переходим на следующий этап работ. Отлично. Отлично. Субтитры подогнал «Симон»